Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю описывать все сорта томатов, которые я выращиваю в этом году. Следующий сорт Спиридон. Он тоже получается всегда такой, как на картинке. Это вот такой самый простой сорт, неприхотливый для всех случаев жизни. Видите, вот здесь снежинка. Это значит, что он способен давать нам плоды, созревать в холодных регионах. Сейчас я вам прочитаю, что о нем написано. Тут буквально несколько слов. Томат для открытого грунта Спиридон. Ранеспелый сорт, имеет компактный куст с картофельными листьями. Плоды плоско-округлые, красные, средней массой 50-60, устойчив к черной бактериальной пятнистости. И использование универсальное. Особенности выращивания растений не требуют дополнительной формировки, что облегчает уход за ним. Как видите, производитель тут не очень щедро его описал, поскупился на слова. Очень так примитивненько. Я сейчас вам скажу свое мнение. Вот этот Спиридон, он точно такой же имеет строение куста, опять же, которые стоят в ряду, вот эти все холодостойкие. Демидов, Таймыр, Аляска. И если демидов у нас 150, я вот сейчас про клушу говорила, такое же строение куста, как у клуши, как у демидова. Но только у демидова клуши и метелицы 150 граммов плод. А вот этот вот он немного поменьше, и он примерно грамм 100. Он больше подходит к Таймыру и коляске. Такое же строение куста, он также низкий, также можно без посынкования и даже без подвязки, если, например, постелить агротканью черной мульчой, можно вообще без подвязки. Он небольшой кустик, он под тяжестью плодов наклонится на бок, и будет прекрасно у вас расти. Сибирский неприхотливый. То, что растет в Сибири, растет уже везде по всей стране. Если растет в Сибири, значит, может расти и в других холодных регионах. Срок вегетации укорочен, поэтому он успевает отплодоносить до осенней сырости, до фитофтуры. Вот это у меня последние, самые последние плоды. К сожалению, я когда первые собирала, которые крупнее, у меня не было времени, я все описывала вам в теплице, вот эти крупноплодные. А обычно вот про эти забываешь в последнюю очередь, и когда вот уже осталось всего лишь остатки роскоши, я тогда решила вам показать, потому что многим именно такой сорт, а не тепличный, не крупный, пригодится, потому что он дает в любых условиях урожай неприхотливый. Их я высаживала, я вам говорила весной, когда я сажу, было видео малышей в ногах у великанов. Вот там, где индетерминатный, Дебарао черный, к забору я привязывала, а в ногах я выращивала спиридон и не подвязывала, не посынковала, не делала ничего. Потом просто пошла, один раз собрала урожай, когда вот основная масса была первая, вторая там кисть. И вот сейчас пошла, вчера собрала последний урожай, там остались совсем наверху, которые очень маленькие, я их возможно и не буду совсем собирать, но вот в это время, во второй половине августа, весь урожай спиридон уже успевает отдать. Так что можете к этому времени и посолить, а до этого времени можно было и в салат его применить, и везде. Если уж совсем погода плохая в вашем регионе, и крупноплодные не успевают вызреть, то этот томат вызреет обязательно в открытом грунте и обязательно на кусту, потому что куст маленький, штамбовый, он формируется очень быстро, плоды не очень крупные, они тоже завязываются и формируются очень быстро и очень дружно начинается созревание. Всё, вот это коротенький обзор томата спиридон. У того, у кого есть теплицы, например, и он выращивает в теплицах вот эти нежные, капризные, крупноплодные томаты, то в открытом грунте можете понавтыкать вот этого спиридона где-нибудь повдоль теплицы, как у меня выражение, по заугольям, в любом уголке можно воткнуть, и он вам даст урожай. Там, ну, в зависимости от местоположения, вот у меня немножко в притянённом, если в притянённом, то маленько помельче будут плоды, и попозже, если на солнышке, они плоды получаются такие крупные, сладкие, мясистые. Помидор как помидор, обычный томат. Пожалуйста, сок, лечо, томатные пасты, всякие заготовки, солонину. До свидания, с вами была Ольга Чернова, это краткий обзор сорта спиридон.